Будет правильным, если я в начале нашей встречи поблагодарю вашу прекрасную страну, вашего лидера, вас лично, поскольку вы прежде всего отвечаете за внешнеполитический курс страны, за то доброе, что вы сделали для Беларуси, особенно нормализации отношений между Беларусью и Европейским Союзом. Мы об этом знаем, вплоть до буквы и запятой, мы это очень ценим, и это один из краеугольных камней фундамента наших отношений. Можно говорить, что у нас есть товарооборот, и он где-то в пределах колеблется от 180-200 миллионов долларов по году, но давайте откровенно скажем, что это смешная цифра, учитывая наши потенциалы, учитывая то, как мы были кооперированы, Венгрия и Беларусь в свое время, нашей экономики, то это только начало. Мы готовы по всем направлениям продвигать наше торгово-экономическое сотрудничество, к которому только готовы вы, и надо использовать здесь наше членство в Евразийском экономическом союзе, наши добрые отношения с Китаем, логистика выстроена. Мы готовы здесь представлять ваши интересы в то же время, мы рассчитываем на то, что вы как член Европейского союза, притом весьма самостоятельный член Европейского союза, имеющий свою позицию, будете нас поддерживать, и вот сопряжение этих интересов придаст большую торгово-экономическую динамику между двумя странами. Я думаю, господин министр, нет необходимости мне говорить о конкретных каких-то проектах. Они есть во всех сферах, не только тракторостроение, не только машиностроение между нашими странами, не только в фармацевтике. По всем направлениям у нас есть возможности работать. Вы хотите и правильно восстановить производство икарусов, моих любимых автобусов. Мы готовы предложить вам практически бесплатно эту поддержку, потому что мы прошли очень серьезный путь строительства подобных автобусов. Мы знаем, чему можно научиться в Венгрии, и успешно это делаем. И мы делали еще в те времена, когда мы были под санкциями в Евросоюзе, мы всегда интересовались, подсматривали у вас некоторые технологические приемы, которыми вы пользуетесь.